Утро для многих самарцев началось не с кофе. Они почувствовали в воздухе запах серого водорода. Больше всего жалоб поступило из Куйбышевского района. Резкий запах бытового газа в атмосфере отметили также жители промышленного, Октябрьского, Советского и Ленинского районов. Да, чувствую что-то не то, но вообще-то так, значит, дышать можно. Ну вот как будто газом пахло. Да, да, чуть-чуть, вроде чуть-чуть, потому что чуть-чуть чувствуется несвежее, тем более, что снег идет. Сейчас вообще должно быть озон один. Этого пока не наблюдается. Дело в том, что я недавно вышла, но мне все равно есть такое ощущение, что что-то есть, какой-то запах. В Приволжском центре мониторинга загрязнений окружающей среды воздух проверяют каждый день. Берут пробы вечером, ночью и утром. По результатам анализа выявлено только один случай превышения нормативов ПДК по серого водорода в Куйбышевском районе сегодня в 7 утра. Концентрация составила около двух ПДК. Все остальные ингредиенты, присутствующие в атмосферном воздухе, содержались в пределах нормы. В общем-то, это повышенное состояние относительно общераспространенного уровня загрязнения, но не критическое. На Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе отрицают, что неприятный запах связан с их предприятием. Уверяют, сверхнормативных, аварийных и залповых выбросов вредных веществ КНПЗ не производило. Цитата. «Фактов превышения предельно допустимых концентраций не выявлено». Меж тем, эксперты говорят, небольшое превышение сероводорода в воздухе человеку и экологии серьезного вреда не причинит. Но может быть опасно для людей с хроническими заболеваниями легких и сосудов, аллергиков, астматиков и гипертоников. Специалисты советуют по возможности не выходить на улицу, закрыть окна и ждать, пока воздух не очистится от скоплений опасных веществ. Что и произошло после полудня. Резкий запах над городом почти выветрился. Этому поспособствовал атмосферный фронт, который надвигается на Самару. Олеся Корецкая, Дмитрий Мешканцов. События.